Всем привет! Вчера коснулась компрессоров Я потом вырезал этот момент Потому что он растянулся минут на 10 Теории Фактически ничего не нарисовав Я начинал здесь рисовать На винтовом компрессоре Как сделан осушитель Который стоит на заводских Мощных винтовых компрессорах Но понял что В принципе рассказал немного Надо рисовать И это как отдельная тема Потому что это реально надолго Вообще тема осушения воздуха Это у многих больная тема Особенно ближе к зиме Осень, зима, весна Это такая проблема Потому что сжатый воздух Насыщен влагой И это дает нам определенные неудобства В работе и само собой косяки Поэтому Осушитель должен быть обязательно А вот тип осушителей Которые есть на рынке Они очень разнообразны И попробуем определиться В ценовой политике И то, что нам в итоге На выходе это дает Из самых простых осушителей Которые существуют Которые продаются В принципе везде Это стаканы Давайте будем потихоньку рисовать Это стаканы С влага Сливом воды У которых здесь внутри Расположен Камень с очень мелкой Ну как губкой Камень губка Грубо говоря Заходя Через который Воздух Здесь По этим капиллярам В камне Уменьшает свою скорость Выделяется с него влага Влага стекает сюда И дальше Из стакана воздух Уходит нам уже Очищенным Это Как бы масло-влага-отделитель Считается Это самый дешевый Самый бюджетный Общий вариант Цена такого Масло-влага-отделителя Колеблется Там в районе От 6 До 15 долларов Дороже Они просто не могут стоить Там ценность несет сам камень Все Больше ничего Здесь стоит Подпружиненный Клапан сброса Воды Как у вас Давление упало Пружинка толкнула Клапан Вода слилась Воды за покраску Если компрессор Реально гонит масло С водой Набирается Где-то Четверть Это самый простой Он работает В принципе все Которые продаются Ларенки Они все работают Иначе бы они Не продавались Но у него Эффективность Ну там Порядка 50% Потому что Все равно Пары Которые еще Присутствуют В воздухе Они уходят Дальше с воздухом И в шланге У нас опять По длинному капилляру Опять Осаживаются В каплю Это самый простой В принципе Он действует Если их там Поставить несколько штук Мы воздух Очищаем процентов На 70-80 Может быть Далее Это все Адсорбационные 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 Короче Адсорбация Это все делается Это самый простой Из них Далее Более совершенные Это когда Есть у нас Несколько стаканов Они могут быть 2-3 В ряд стоять Как правило Такие стаканы Уже стоят В одной плите У которых есть Манометр Который нам показывает Давление на входе И манометр Уже здесь На выходе стоит Тот Который мы можем Регулировать Давление Которое нам нужно У разных фирм Это Сатовские Валкамовские Фиак Там Очень-очень много Фирм Которые их делают Здесь Разное наполнение В стаканах Есть даже Пустые стаканы То есть стаканы Которые гасят Скорость потока Тем самым Здесь у себя На стенках Собирая конденсат Он стекает Здесь Также через Подпружиненный клапан Это первая степень Очистки Далее Как правило То что я Лично разбирал Видел Стоит Фильтрационный стакан Снаружи у него Как будто Поролоновая губка Не знаю Для чего она В себе Как таковой Влаги Может что-то Собирает Удерживает Но внутри Этой губки Набито Как будто Алюминиевая Ну это то Что я По своим ощущениям Я так и не нашел Информации О них Что конкретно Какой материал Набит Просто сказаны Сменные кассеты В фильтрующие элементы Как будто Алюминиевая стружка Знаете От токарей От станков Уходит такая мелкая Она очень скручена Похожа на губку Для мытья посуды Что-то в этом духе В этом стакане Далее В третьем стакане Наш всеми любимый В простонародье Именуемый Кошачий туалет То есть это Хотел быстро сказать То есть это Силикагель Силикагель Он очень гигроскопичный Через него Проходя То есть сюда Воздух Проходит через этот стакан Силикагелем Емкость А выходит Через Ну уже Пройдя через силикагель Возвращается И по стенкам стакана Поднимается И уже нам пошел На выход Такая система очистки Конечно Очень хорошо удаляет Но это Финальная система очистки То есть это Не единственная Она в правильной Системе распределения И очистки воздуха Это Уже Непосредственно Дальше у нас идет 10 метров Шланга И краскопуль То есть наш инструмент Тот которым мы работаем Это уже В покрасочной камере Для пневмомолотков Такая система Допустим Не важна И не нужна Там наоборот Надо маслом Смазывать систему Но мы сейчас Не рассматриваем Это Связарка То есть это Финальный очиститель Ну допустим У меня в гараже Стояло два Вот таких И один Такой Только на два стакана И у меня Воды в принципе Не было никогда Проблемы У меня с флаг Далее Теперь Рассмотрим То что Применяется В правильно Просчитанной Системе Очистки воздуха На станциях Техобслуживания На каких-то Фермах Больших И так далее Рисуем Схематически Есть компрессор У компрессора Если это Винтовой Есть свой Первичный Рефрижационный Методом Рефрижератора Очиститель воздуха То есть Они связаны Это единый Узел Далее У нас идут Либо же Абсорбационные Очистители воздуха То есть Это отдельная Система Из Нескольких Баллонов Она в принципе Простая И об этом Многие знают То есть Очищается Далее у нас Идет Большой Ресивер И далее Если это Действительно Правильно Продуманная Схема Воздуха Но это все Денег стоит Это еще Один Но уже Отдельный Стационарный Рефрижератор Для очистки Воздуха Далее у нас Идут Уже Стаканы Вот такие Непосредственно По точкам Если это Много камер То в каждой Камере Будет стоять По любому Такой стакан Очистки воздуха Так вот Самое Что сейчас Мне интересно Рассмотреть Это Вот эту Систему Очистки воздуха Это крупный Абсорбер И вот эту Систему Очистки воздуха Это Это рефрижератор Давайте начнем С простого То есть С Абсорбера То что Продается на рынке И оно стоит Сейчас Напишу Так В пределах То что я видел От 200 Евро И там До Сколько Я последнее Вчера видел 40 тысяч Гривен Это где-то Тысяча Там 300 евро Это то что Есть на рынке Из того Что я Просто взял Посмотрел Вчера Нашел Принцип Действия У них Прост И люди Делают Такие Абсорберы Сами Единственное Что они Сами Не могут Вовнутрь Сделать Это Полноценно Правильно Разместить Вот эту Стружку Алюминиевую Потому что Просто Напихать Тупой Стружки Это неправильно Имеются Два Баллона Реально Смотрятся Как Кислородные Баллоны И так Выглядят Половина Всех тех Что я Вчера Смотрел Они Между собой Соединены Магистралями То есть Здесь Сквозное И здесь Сквозное На этой Магистрали Стоит Манометр Это Манометр У нас Входящего Давления Он просто Показывает Это то Как Схема У них Расположена Отсюда У нас Идет Я вот так Нарисую Забор воздуха То есть Дальше Проходит Здесь У нас Стоят Клапаны Сброса Они Либо Автоматические Либо Механические То есть Сам Открутил Подошел Слил Воздух И еще Перед ними В более Совершенных Стоят Вот такие Вот Стаканы То есть Они Прикреплены К ним Перед тем Как воздух Будет Уходить К нам На шланг Он Проходит Такую Мелкую Очистку Воздуха Но Принцип Работы Самих Адсорберов Такой Что Воздух Попадая Сюда Два Сделано Для того Чтобы Замедлить Поток Воздуха То есть Замедлить Скорость Воздуха Замедляя Скорость Воздуха Он у нас Спокойно Конденсирует На стенках Стенки холодные Воздух Теплые Конденсация Конденсат Просто по стенкам Стекает И мы его Потом сливаем Это самое Простое То что Может сделать Каждый Эта схема Реально работает То есть Конденсат Стек Воздух Забрали Отсюда Не отсюда Ни в коем случае Можно даже Чуть-чуть Повыше Сделать Ну Опять же Высота Это Дело Такое Это Физика Это Надо Считать Все То есть Я просто Схему Работаю У промышленных Внутри Стоят Спирали По которым Воздух Раскручиваясь Оседает На стенках То есть Центрифуга Центрифуга Так называемая Она более Просто Эффективно Удаляет Влагу Из воздуха И Также Могут Стоять Ну Это Уже В Маленьких Стаканах Которые Тут Стоят Под Одной Плитой Также Могут Стоять Камни С Мелкими Капиллярами Допустим Здесь Камень Здесь Это Волокно Алюминиевое А здесь Силикогель Все Воздух У нас В принципе Очищен Там Если Верить Тому Что Говорят Производители Остается Где-то 1 грамм На метр Кубический Влаги В таких Вот Системах Для покраски Этого Более Чем Достаточно Потому Что В 1000 Литрах Воздуха 1 грамм Воды Он Нам Ну Реально Никак Погоды Не сыграет Это Просто Это Довольно Таки Бюджетно Теперь Идем К Не Бюджету Просто Для того Чтобы Знать Хотя Как Оно На Практике Работает На Больших Станциях Все Эти Системы И Почему Там Нет Проблем У Людей С Воздухом То Те Кто Работают На Крупных Дилерах Они Не Знают Проблемы Во первых С объемом Воздуха Потому Что Стоят Шнеки Не С Чистотой Воздуха Потому Что Там Стоят Рефрижераторы Рефрижераторы Это Реально Отдельно Интересная Тема По Сути Вкратце Что Это Такое Рефрижератор Это Холодильник Через Течет Наш Воздух Он Охлаждается До точки Росы Три Градуса Он Конденсируется Конденсат Выделяется Сентрифугой Забирается Потом Предварительно Опять же По трубкам Подогретый Воздух Потому Что Если Мы Будем Работать Трехградусным Воздухом Радости Это Не Добавить Никому Косяков Будет Много Так Вот Имеем Вход Воздуха Уже Здесь Очищенный К примеру Дальше Из ресивера Он выходит Попадает К нам В рефрижератор Я сейчас Буду рисовать Схематически Не сильно Уж оно Стоит В это Углубляться Но Просто Для понимания Схемы Как Оно Работает Два Маркера Разными Цветами Красный Это Будет Первичный Воздух Горячий Зеленый Потом Пойдет Охлажденный Очищенный Воздух Воздух Попадает В радиатор Это Горячий Воздух Я пока Не рисую вентиляторы Их потом Начну Чтобы не путаться Здесь Он будет Обдуваться Вентилятором И Отдавая Тепло Нагревать Уже Очищенный Выходящий Воздух То есть Еще На этом Этапе Уже Происходит Остужение Воздуха И Предварительно Его Конденсирование Далее Он Проходит Рефрижератор Это Это Уже Холодильник Здесь У него Расположено Я схематически Нарисую Вот Эта Улитка Центрифуга Здесь Расположена То есть Здесь Воздух Попадает Вращается По спирали Оседает На стенках И Здесь Через Клапан Сброса У нас Уходит В этом Моменте Воздух У нас Еще Сам По себе Обдавается Вентилятором От Общей Температуры Охлаждается Здесь Расположены Спирали Морозильная Камера Холодильник Морозильная Камера Здесь У нас Свой Вентилятор Обдувает Обмен Делает Либо Вентилятор Либо Это Трубка В трубке То есть Внутри Морозильной Трубки Проходит Трубка С воздухом Там Происходит Охлажение То есть Любым Способом Надо Охладить Вот эту Трубку Примерно До 3 От 7 до 3 Градусов В этих Температурах У нас Расположена Точка Росы То есть Из воздуха Выделяется Вся Влага Падает В конденсат Здесь Этот Конденсат Отделяется Здесь Морозильная Камера Как устроена Это Вообще Не Наши Вопросы Это Отдельно Холодильщики Далее Отсюда Холодный Очищенный Воздух Выходит И идет Спираль Рядом С этой Спиралью Нам На Потребление Здесь Расположен Свой Вентилятор Который Меняет То есть Отсюда Забирая Тепло Он отдает Этой трубке Подогреваем Тем самым Воздух И здесь Мы уже Получаем Воздух Примерно Там В районе 17-22 Градусов Это Опять же Как все Настроено Потому что Это все Работает На автоматике И это Должно Работать В определенных Температурах Потому что Здесь Можно Элементарно Переморозить Переморозить Воздух И у нас Просто В трубке Вода Замерзнет Мы дальше Не получим Движение Воздуха Здесь Мы можем Не догреть Это в принципе Не огромный Минус Но перегреть Воздух Тоже сильно Не стоит Потому что Нам Кипяток На выходе В шланг Не нужен Это будет Неправильное Разбитие Материала Неправильная Его атомизация Сушка И так далее То есть Это все Должно Работать В пределах Норм Это Просто Примитивная Тупая схема Для того Чтобы понимать Как это работает Я видел Люди делают Схемы Такого рода Что помещают Вот такие Трубки В Холодильники Охлаждают Их там Но как по мне Это лишний геморрой Она того не стоит Потому что Ну это все таки Уже промышленный Объем Там когда Расходы воздуха Идут в тысячах Литров Мы же в гаражах Можем спокойно Себе сделать Абсорбационную Систему Замедлить поток воздуха Отделить с него Влагу путем Центрифуг Либо камней Спокойно Дочистить его Профессиональными Купленными вот такими штуками Такие штуки Стоят Ну там От 200 долларов До 500 Зависит от фирмы Зависит от того Сколько у них стаканов Какие манометры И так далее Поэтому Это Интересная конечно Тема Но она дорогая Цена Вот такой вот штуки Я записывал где-то Реально дорого Что-то там 2 900 По-моему Это самая дешевая Евро И Цена не заканчивается Нигде Зависит от объема Который она может Очистить То есть реально дорого То есть отдать трешку Только за чистый воздух При цене того Что мы Боимся купить Компрессор за 2000 Потому что это дорого Я считаю это дорого Вот такая штука Гораздо дешевле То есть готовая она стоит Ну возьмем даже там 400 евро Это готовый Полностью чистый воздух Уже будет со стаканами То есть С вот этими стаканами Нам надо только взять шланг И протянуть его в камеру Ставить недалеко от камеры Либо же сделать самостоятельно Но купить вот такие шланги Это все нам Ну не шланги А стаканы Это все нам обойдется Порядка там Также 400 евро Но отдельно Для допустим Слесарки Очищенный воздух И в камеру мы дочищаем Для слесарки Для тех кто работает С машинками Пневматическими На работе с грунтами Шпатлевками Есть специальные масленки Это такой же небольшой стаканчик У которого внутри Заливается масло То есть вот тут масло Он выглядит один в один Как для очистки воздуха От масла влаги Но чисто по своим Внутренним наполнением У него нету камня Которые там есть То есть камушка У него такого ничего нет У него трубка заходит Смешивает потоком Разбивает воздух Сверху стоит регулятор Количества Сколько надо забирать масла И дальше по шлангу Идет уже Смесь воздуха с маслом Это нам смазывает Турбину на машинке Но я не рекомендую Такие штуки использовать Потому что все таки Турбина когда работает Она воздух взяла и выкинула И то что она выкинула Оно у нас тут может оседать Да раньше так работали Но я не сторонник Какое-либо масло Подавать непосредственно В машинку Когда мы ей работаем Поэтому я работаю Электромашинками По степени очистки воздуха Такая система Гарантирует нам 99,9% очистки воздуха Потому что Воздух полностью выморожен С него влага Выморожена и осажена То есть тут как бы два И адсорбер Механический И механическо Химически назовем Физическо-механическая Очистка мороза Такая вот система Очистка воздуха Реально это Очень важная Очень прямо Очень важная Стадия Которую нужно уделить При подготовке Помещения для малярки Потому что Основные проблемы Которые возникают Людей скидывают фотографии Интересные такие Вконтакте То есть красил человек Я так вкратце расскажу Красил человек Зимой Все было у него нормально Открасился Все хорошо Весна все нормально Пришло лето Потеплело Выскочили какие-то Пузырики под краской Почему? От чего? Все же было нормально А это вот так Как раз влага Те составляющие В воздухе Которые мы разбили Пока было холодно У нас влага не испаряется С ней ничего не происходит И удивительно Что не произошло Косяка с кратерами Это отдельная Общая тема Про кратера Получается Что влага Там остается Влага не может Испариться Через лакокрасочный слой Влага может Уйти в металл И сделать его ржавым Но Когда приходит тепло Влага расширяется Вода расширяется Лучше чем Лакокрасочный материал И она просто Подымает пузырик Такой небольшой Становится холодно Этот пузырик Чуть-чуть уходит Вот эта вот Деформация Постепенно приводит К разрыву Зимой влага замерзает Делает микротрещины И в конце концов Этот пузырик у вас лопнет Это все проблемы Из-за влаги Из-за влаги С маслом Реально много проблем Это кратера Это отслаивание материалов Ну и так далее То есть все вот Вокруг этого ходя Ну потому Воздух должен быть Очищен максимально Чем лучше вы очистите воздух Тем более Спокойно вы будете работать И в принципе Проблем малярки Не знать Очистка воздуха По себестоимости Тянет в район 500 долларов И оно того стоит Их нужно потратить Чтобы все сделать Правильно и красиво На этом у меня Сегодня все Чуть-чуть покороче Коснулся только Очистки воздуха Каких-либо ссылок На инструмент Какой брать По фирмам Я дать не могу Честно Потому что Я с представителями Компаний Которые их производят Вообще ни разу Не пересекался Не общался Я не знаю Разницы между Наполнением Вот этих вот стаканов У того же Саты У того же Валкома То есть что они там Вовнутрь тулят Я не знаю Поэтому Сказать конкретно Лучше взять это Или лучше взять этого Из личного опыта Я не могу У меня была система Очистки воздуха Валком Работала замечательно Два стакана С регулятором давления Меня все устраивало Ее цена Я тоже точно не знаю Открывайте рынок Смотрите сами Прямыми ссылками Поделиться К сожалению Не могу Да я не буду Открывайте сами Не ленитесь Читайте Ищите На этом все Всем спасибо за внимание Удачи Пока